МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный спонсор программы – ювелирно-торговая фирма «Алмаз». Добрый день! Это ток-шоу «Вам слово» и его ведущие Алена Рябова. И Александр Воронин. Сегодня у нас спецпроект. Уже два с половиной месяца на Амурском областном телевидении идет шоу «Я худею, дорогая редакция». Уже и не сосчитать, сколько вместе килограммов скинули его участники. Только сегодня и только у нас в гостях герои и создатели реалити-шоу «Я худею, дорогая редакция». Только у нас можно будет напрямую задать им вопросы, которые давно хотелось задать. И услышать у них то, что они на самом деле думают о проекте, друг о друге, о выбывших участниках и о лишнем весе, наверное, тоже. Да, без купюр и рецензии. Итак, начнем. Итак, наши первые гости, известные, наверное, всем, кто даже не смотрит проект, а читает о нем на сайте portamur.ru и в газетах «Амурская правда» и «МК на Амуре», это Юлия Филина, участница проекта с самого первого дня. Юлия, проходите, пожалуйста, в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия, присаживайтесь. Здравствуйте. Прекрасно выглядите, совершенно естественно. Спасибо. Давайте, вы не против, мы покажем сейчас несколько кадров первых серий, когда Юлия только пришла на проект. Уважаемые режиссеры, покажите Юлию Филину. Вот. Узнаете? Конечно. Как ощущения на себя глядя? Ну, что ж, ну, страшно, страшно. Иметь такие формы пышные, такая толстуха. Ну, что ж, сейчас я думаю, что я гораздо лучше выгляжу. Я думаю, что многие с этим согласятся. Надеюсь. А сколько вы скинули? 20 килограмм на данный момент. А цель 30? Цель 30. И расскажите, пожалуйста, вот вообще, вы на проекте с самого первого дня, вы перевидали всех, кто там был когда-либо, кто приходил, уходил, видели все тренировки, всех массажистов, все вот эти ужасы постной еды, капустной. Как вам оно? Вы знаете, ну, изначально, конечно, было сложно. В плане диеты, тренировки, все это было сложно. Ну, человек ко всему привыкает, поэтому больше всего у меня желание было выглядеть хорошо, поэтому я всего придерживалась. Нагрузки для меня в дальнейшем потом стали весьма довольно-таки, не такие уж и сложные, поэтому ко всему привыкла. Юлия, а было ли желание покинуть проект? Нет. Никогда? Нет, никогда. То есть даже в самое тяжелое время? Даже в самое тяжелое, нет, не было этого желания. Идти до конца. Что вас подвигает к этому? Что подвигает? Ну, я хочу в первую очередь сама для себя, я хочу выглядеть хорошо, я хочу нравиться себе, хочу нравиться окружающим, поэтому я только вот, у меня цель, именно это. Ну, а отношения внутри коллектива, там же у вас определенная атмосфера, это вас не заставляет остаться там на зло кому-то или наоборот ради кого-то? Вы знаете, наверное, нет. Нет, я это делаю в первую очередь для себя. И, естественно, есть такие люди, которые на форуме пишут мне много, извините за мой, гадости пишут, но я стараюсь не обращать на это внимания. Поэтому, ну что, сколько людей, столько и характеров. А вот последняя новость, которая была, вы получали письма с угрозами. Верно, было такое. Расскажите, что там, что за угрозы были? Вы знаете, ну, угроза была в таком плане, что уйди с проекта, это все выражалось нецензурной бранью, поэтому я даже не сочла нужным ответить этому человеку. Ну что ж, ну, значит, кого-то я зацепила. Наверное, вот кому-то так хочется, чтобы я ушла с проекта, но не дождутся. Скажите, пожалуйста, откуда силы выдерживать это все? Что заставляет все-таки собраться и идти дальше? Идти дальше? Ну, я считаю так, коль ты начала, если ты пришла на проект, то будь любезна, сделай, докажи всем, дойди до конца, в конце концов. Я такой человек, вот я решила, я пришла, я дойду до конца. Вот и все. Я не зря задал этот вопрос, потому что у нас есть следующий участник, который прям ушел с проекта через неделю практически участия в нем. Это Елена Миронова, студентка БГПУ. Елена, вот у нас один гость сказал, что пойдет до конца и будет испытывать себя твердо и дальше, дальше, дальше. А вы ушли с проекта буквально через неделю. Почему? Ну, во-первых, через неделю гораздо больше я была на проекте. Ну, так решили судьи. Так получилось. А, то есть это решение судьи? Да. Оно продиктовано, насколько я знаю, тем вот это озвучивалось, что вы не очень стараетесь. Ну, возможно, не было такой сильной мотивации, так как у меня туда по большому счету определили подруги мои. Может быть, надо было мне все-таки ценить то, что я имела, а не когда я уже ушла с проекта и поняла, ой, блин. А сейчас жалеете? Ну, где-то, да, жалею, что все-таки, что нет там такого комплекса, как было в Анкоре. А вы продолжаете худеть сами? Продолжаю худеть, но я не на той диете, которая была там без солевой, потому что для меня это абсолютно кошмар. Я просто так же кушаю там овощи где-то, стараюсь не есть неправильную пищу, там, как раньше кушала булочки и майонез. Но вхожу в тренажерку по мере возможности от учебы и от работы. А вот скажите, пожалуйста, письма, которые высылались Юлии Филиной. Я читала подозрения, что это была либо Елена Миронова, либо участница Гусева. Я сейчас, когда стояла за кулисами, только первый раз вообще об этом услышала и очень сильно удивилась, даже понятия не имею. Как они, они домой приходили, да, получается? В личку. Я даже личку не знаю и где живут и так далее. То есть никакой информации. Помимо проекта я о Филиной и Юлии ничего не знаю. Юлия, а вы думаете, Елена вот сейчас играет как-то или вы кого подозреваете? Вы знаете, я не знаю. Наверное, завистников все-таки, наверное, хватает. Не обязательно это Лена, либо Гусева. Забыла, как зовут Ольга. Не обязательно они. Я никого не подозреваю. Никого. Если это кто-то из участников, ну бог им судья. Нет, защиту Гусева могу сказать, что Оля абсолютно не такой человек. Она не злопамятная. Может быть, да. Она звонит мне, набруется, да, с праздниками, со всеми поздравляет, спрашивает, советует, как что сделать. У меня нет такой черты характера, чтобы как-то мстить или как-то что-то делать. Лукавите дамы, между прочим. Судя по сайту, были со стороны Юлии подозрения. И со стороны Елены были ответы, что... Какие, какие, какие ответы? Ответы, что Елена Юлию не очень любит, что она считает ее взаиммерной. Да, это я, да, говорила об этом. Ну, у меня так, во время проекта, ну, нахождение там, у меня действительно складывалось какое-то такое впечатление. Сначала у меня было впечатление, почему-то как-то странно человек так улыбается. Думаю, ну, может, действительно так, как это, ну, такой человек, где-то что-то. А когда какие-то нюансы происходили, когда там Татьяна Вишневская уходила с проекта, когда Юля улыбалась ей в лицо, потом где-то она на что-то уходила там, и потом в газете писали абсолютно другое. Ну, хотя я понимаю, что это газеты у нас все выворачивают это в два раза по-другому, это все. Не хочу оправдываться ни перед кем. Я пришла на проект для себя, в первую очередь. Меня абсолютно другие не волнуют, какие у них успехи, сколько кто сбросил. Я смотрю, в первую очередь, на себя. Вы знаете, приходят иной раз люди, я забываю, как зовут. Я улыбаюсь всем, да, я такой человек, я позитивный человек. Поэтому, ну, если, может быть, где-то я показалась лицемерной, ну, это их право думать. Тяжело там у вас, да. Да, вот как у вас там выживают мужчины, я вот сейчас попытаемся, да, наверное, узнать, как вы там вот... Ну, извините, тут мужчина выжил, конечно, но на проекте... Не остался. Да. У нас в студии Александр Люлин, бывший летчик, пенсионер. Вот, как его встречает зал, видимо, любимец, любимец всех. Любимец, любимец. Красавец. Вот подтверждение нашим славам. Радует. Умничка, умничка. Спасибо. Я с тобой рядом. Ну, а как же, конечно, со мной. Александр Гаврилович, как вы? Прекрасно. А что, по мне не видно? Вы ушли с проекта рыцарский просто. Уступили место даме. Было такое. Судьба. А чем продиктован это ваш поступок? Бились, бились. Тем, что я мужик. А просто вот так? Конечно, просто так. А может, надоело наделитесь? В жизни все должно быть просто. Зачем ее усложнять? А вы изначально шли с таким посылом на проект? Вот я мужик, придет кто-то другой, там, женщина какая-нибудь симпатичная, и я уступлю ей место. Вы меня на другие посылы, пожалуйста, не подталкивайте. У меня один посыл. Я мужчина, и все на этом. Да никто не пытается это оспорить. Просто вот вопрос-то какой. Нет-нет, попытки есть, не надо. Нас уже не обманешь. Нас не обманешь. Александр не хочет отвечать на мой вопрос. Ален, задай, пожалуйста, свой. Провокационные вопросы. Я на это дело помолчу. С самого начала проекта я заявил свою позицию. Я пришел не пиариться, не светиться и, что самое главное, не жениться. Но меня все время в это болото пытаются пихать. Вот так уж и болото. Да, болото. В начале проекта мы все пытались выжить. Потом я понял, что к чему, куда рельсы идут, понимаете, и определил для себя позицию, что я не должен конкурировать с теми, кто пытается в неделю по 10 килограмм сбросить. Ну, образно говоря, зачем мне это надо? Я пришел своими ножками и уйду своими ножками. Кому надо пластаться, там рекорды ставить. Ну, ради бога. А сколько вы скинули между тем, как вы пришли ножками и ушли? Около 7. Около 7 килограммов, да? И ушел своими ножками. Но вы довольны своим результатом? Конечно. А что вам дал проект вообще? Многое. Я немножко по-другому стал смотреть на себя. И Юлечка, наверное, точно так же, потому что отношение к себе уже совсем другое. Более шире и глубже, понимаете. Поэтому говорить о том, что он мне ничего не дал, нельзя. Каждому он что-то дает. Каждому. Известность появилась, раз узнают на улице? Да, бывают моменты такие. А расскажите, какая встреча была какая-нибудь интересная? Два раза, и как ни странно, в магазине. За колбасой, наверное, да? За колбасой, наверное, да? Нет. Вы опять на беляш меня пихаете? Опять провокация. Алена, что такое? Нет, я туда хожу за овощами. Расскажите. И фруктами. Расскажите эту историю, пожалуйста. Какую? Первую и вторую. Как-то вы прямо начали. Что касается беляша. Нет, к беляшу мы вернемся чуть позже. Про вашу славу. На улице города. Уже беляша в природе нет. Так съели же, наверное. Съели же, наверное. Собаки. Собачки. Соседские собачки у меня скушали. Так вот, собственно, не отвлекайтесь про автограф. Автографов не просили. Не просили. Нет. Просто узнали? В магазине прихожу, говорит, о, слушай, ну что, похудел? Я говорю, ну да, немножко есть. Ну, я тут что-то я смотрю. Я говорю, откуда? Ты спереди смотришь на меня или сзади? Ну, так, со всех сторон обошел он, не он. Ну, я говорю, что? Ну, нормально, похудел. Ну, я говорю, хорошо, спасибо. А женщина совсем буквально на днях говорит, ой, слушай, ну ты какой ты молодец. Я говорю, не понял, а что? Ну, вы же на проекте были. Я говорю, что похож? Да, похож. Молодец, мужик. Ну, молодец, молодец, хорошо. Мне приятно. Амурское областное телевидение делает всех популярными. Что тут сказать еще? Ну, я думаю, повод есть пригласить на сцену еще одного человека. Да, на проект приходят и уходят не только новые участники, но и новые ведущие. Итак, у нас в студии еще один мужчина, ведущий проекта «Я худею», дорогая редакция, который и сам решил худеть вместе с участниками, Владос Дидонис. Пожалуйста, встречаем. Влада, ты попал в проект, когда там уже все крутилось и вертелось без тебя? Да, именно. Когда там уже строился, в общем, дом 3 такой? Это правда. Это действительно так, но не так, чтобы прям дом 3. Но были моменты, да, не буду скрывать. Были моменты? Были моменты, да. Ну, давайте не будем скрывать. Сказали, скрывать не будем. Нет, я на Юлю посмотрел на Александра, я на Юлю не смотрел. А, я не худею. Я знаю, что есть такие, ходят слухи, но это все ложь. Так расскажите же, что же ложь? Ну, допустим, до меня дошли слухи, что у нас с Юлей роман. Серьезно? Народ только радуется, понимаете? Нет, мы можем сказать честно, что это... Или что, правду скажем? Да нет, на самом деле ничего нет, это все лишь домыслы людей. Вот, но уже многие говорят, что все-таки это есть. Ладос, а давайте серьезно поговорим. Вот насколько тяжело было погружаться в проект? Вы же тоже как бы новичок были. Сначала испугался, честно скажу, не буду скрывать. Много работы, надо как-то вот все это за всем следить. Но потом, благодаря нашей замечательной команде, ребятам, которые мне помогали, мой дорогой друг-оператор Кирилл, он здесь в зале. Благодаря этим людям я как бы вошел во вкус, и на данный момент мне все это очень нравится. А вот эти ребята, да, можно их так называть? Да, конечно. Такие хорошие отношения, они тебя поддержали сразу, или что? Они сначала ничего не сказали. Ну, то есть, я так понял... Мы бы рады, что мужчина. Да, мы бы информация, что... Это первое. Я помню, да, эти комментарии, эти интервьюшки. Кому-то понравилось, кто-то немножко напрягся, что, мол, они привыкли, они очень привыкли к Марии, искренне полюбили ее, да и она их скрывать. Ну, давайте приоткроем за навесу тайны. Вот настоящий конфликт, прям вот такой же жесткий был? Да, один единственный, к счастью, можно так сказать. Был один конфликт, да. Ну, я думаю, что о нем все знают, все его видели, мы его показали. Да, между Анатолем Петровичем и Татьяной Кучниковой, да. Был такой конфликтик, но он шустренько разрешился в силу адекватности обоих персон. И так, Анатолий Петрович сегодня имеет возможность рассказать об этом сам. Да, и давайте пригласим его к нам в студию. Анатолий Сальников, новичок проекта. Я иду. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам удобней, пожалуйста. Я вот сюда, Сальников. Вот я знал. Ближе к ведущему. Да. Все понятно. Анатолий Петрович, вы, наверное, ассоциируетесь у всех зрителей уже с этим скандалом. Да. Как сказать, ассоциируемся? Ну вот, вот это Анатолий Сальников. А, тот, который... Тот, который скандал. Срабиусы снимал. Ну что, произошло, коль такое произошло, как-то вот не получилось. Давайте правду скажем, что все-таки было. Потому что говорят и пишут разные. Что было правду? Я вот говорю правду. Ну штаны снимали. Штаны снимаю, переодеваю. Мне говорят, ты вот невоспитанный ты. То есть делаешь не так, как нужно делать. Вот и все. А вы? А я что? Я говорю, а что я здесь? Устраиваю стрипты шоу. Просто снимаю станы. И все. Вот зал у нас уже там начинает потихоньку оживать. Наверное, есть вопросы. Сейчас я спущусь и мы поговорим. Я очень порадовалась, что такие слухи ходят, что ведущий с моей дочерью, мне бы хотелось. Вы мама Юлии Филиной? Да, это мама Юлии. Вот как интересно. Ну что вы мама? Все нормально. Знаете, я просто, конечно, очень возмущена была, когда прочитала на блогах, что мою дочь обвиняет в лицемерии. В нашей семье вообще лицемерство презирается. А то, что мы улыбаемся, это наше родовое, наши бабушки, дедушки, это наша, я не знаю, или патология, или что мы на самом деле улыбаемся всем, и я такая же, наделила свою дочь, и иногда ее неправильно понимают. Мы со всеми буквально, без исключения, здороваемся с улыбкой. И я не могу, когда мне человек отвечает на мое приветствие, не улыбаясь, мне кажется, он какую-то обиду держит, или я неприятна человеку. Поэтому лицемерие для нашей семьи – это преступление просто. У нас нет лицемерия даже в седьмом поколении. Дорогие зрители, Юлия улыбается искренне. Очень добрая, я вам хочу сказать. А вот дома вы смотрите всей семьей телевизор? Какие эмоции, переживания какие-то есть? Знаете, я в основном на компьютере смотрю, телевизор как-то некогда, и не всегда могу попасть. Конечно, я вот, вы знаете, вы даже не поверите, я, когда начинался проект, я голосовала за Вишневскую дочь. Мне говорят, мама, ты как предатель. Я говорю, ну вот она мне нравится. Сейчас я голосую вот за мужчину, голосую за Лену. Я не голосую за одну Юлю, честно вам говорю. А что думает, собственно говоря, Татьяна Буянова, которая сегодня тоже присутствует у нас в студии, участница проекта, которая с него ушла. Татьяна, покажитесь зрителям, которые сидят на других рядах. Вот вы, в общем, со стороны смотрели не только на улыбки, на скинутые килограммы, на взаимоотношения, на беляши, на все вот эти дела, и ушли с проекта, продолжайте, наверное, его смотреть. Ну, вы знаете, как бы, да, пытаюсь, но уже как бы не то пальто, как говорится. Это вот говорят все вот старики, которые говорят, а вот после нас уже не то. Да, уже как бы, ну, пытаюсь, конечно, я болею за своих девочек, которые мы были вместе, да. Ну, без этого никак. А почему не то пальто-то? Ну, я думаю, что когда мы были все вместе, было веселее намного. И лучше, чем сейчас. Как-то вот, знаете, какая-то сейчас текучка происходит. Пришел, ушел, как бы даже не успел еще познакомиться, да, с человеком, и он уже ушел. Ну, и поэтому, как бы, не очень-то интересно. Грустно у вас, Анатолий Петрович, говорят? Кто сказал, что грустно? Не важно. Давайте послушаем. Я совершенно с ним не согласен. Совершенно. У нас очень весело. У меня вопрос к Владосу. Вот, Владос, на твой взгляд, почему началась текучка некая такая? Вот, что ты можешь сказать? Я, если честно, даже не знаю, почему так происходит. Ну, это интриги какие-то, это старики съедают молодежь или что это? Есть такое мнение, но я с ним немножко не согласен. Мне кажется, сейчас просто все гонятся за результатом, потому что не так много времени осталось до конца проекта, поэтому сейчас идет чистая гонка за результат. Сколько времени, скажи, сразу осталось до конца? Пока точно не могу сказать, но не полгода еще, это точно. Полтора месяца. Полтора месяца где-то, да, примерно. Один-два, так не долго. Ну, мы не дом-два, конечно, поэтому пока еще только полтора месяца. Дальше у нас будет новый проект. Я толстею. Обратно. Я не рассказывал, да? Шучу. А вот у нас за кулисами ждет еще одна участница, которая тоже на проекте с первого дня, тоже много сбросила и тоже, наверное, что-то думает по поводу всех, которые приходят и уходят. Елена Бабичук. Пожалуйста, встречаем. Здравствуйте, Елена. Вот, видите, продолжается у нас нежность. Здравствуйте, моя подружка. Амур. Садись, садись. К подружке сяду. Александр Гаврилович опять вступил. Да, настоящий джентльмен. Елену Бабичук, покажите нам, пожалуйста, на кадрах, уважаемые режиссеры. Ой. Вы про тусы говорили. Итак, Елена, ой. Да? Это Юля сказала ой. Ну да, конечно, изменилось. Хотелось бы еще изменяться, изменяться. Я уже неоднократно говорила корреспондентам, что где мои глаза были, когда на мне было еще этих 20 килограмм. Сейчас у меня уже 22 почти нету. И я себя считаю такой пышкой, все мне тут мешает где-то. Тогда я этого не замечала почему-то. Мне худеть дает именно шоу. Потому что я писала в начале, когда в письмо отправляла, что я пробовала все. Я сидела на диетах различных, и лунный, и кефирный, и все-все-все. Я пила чаи для похудения. Но это не помогало мне, потому что, ну, во-первых, не было поддержки, вот этого вот внимания. И я еще раз заявляю, мне помогает худеть шоу. Люди опытные в плане похудения. Кто-то больше, кто-то меньше. Вот для наших зрителей, скажите, есть какой-то такой секрет или какой-то совет от вас? А какой секрет? Ну, надо закрыть рот, конечно. Да. Ну, то есть как-то не совсем его заклеить, но уменьшить все эти дозы. Я очень большая сладкоежка. Придя на форум, я постепенно, трудно было, ну, как-то себя начала приучать, отвыкать от сладкого. Сейчас я могу позволить, когда сильно захочу, это либо чай там с медом, либо же одну-две мармеладки. То есть совет универсальный, да, от всех? Меньше кушать? Да, сладосты. Я хочу сказать, что в первую очередь должно быть желание. Я не принимаю ответы, когда говорят, у меня нет силы воли. Вот этого не может быть, у тебя просто нет желания. Когда человек хочет похудеть, да он горы свернет, понимаете, для этого, он будет худеть. Во-вторых, жрать надо меньше. Есть можно все, что угодно. Ну вот, порция должна твоя быть, все. Хочешь быть, ходить, корова, извините меня за выражение, ходи. Если ты захотела, я говорю опять же, что желание должно быть. Хочешь быть стройной, тогда выбирай. Либо корова, либо стройная. Все. Мужчины, пожалуйста. Ну что-то мне никак, и вопросов мало задали, я не могу никак в разговор. Как дела у вас? Дела у меня прекрасные. Вот уже поговорили. Вот, поговорили. Мужчины, пожалуйста. Да, я согласен с девчонками. Рот нужно закрыть. Есть нужно меньше. И желательно не соленая. Соль ни в коем случае не должна присутствовать в процессе похудения. И не сладкая, наверное. Не сладкая. И обязательно, 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 еще раз говорю, обязательно нужны физические нагрузки. После того, как выключаются камеры, как продолжается ваш день? В том числе и та, которая над холодильником выключается. Ну, продолжается как день. Стараюсь я, конечно, покушать до 7 часов. Бывает, не буду лукавить, что и 8 часов. Ну, такой напряженный график. Но вечером, первые дни, неделю было трудно, сложно. Вы знаете, я вот раньше думала, я обжора. Ну, сейчас я поняла, что это не обжора ночной, что я ночью ходила. Это просто уже привычка. Привычка, как курить, да, привычка, как пить. Это просто привычка. И потихоньку я от нее как бы отошла. Просыпаюсь, да, иногда, но намного реже, чем как раньше. Но к холодильникам не бегаю. В нашей судье есть еще одна участница проекта, которая тоже недавно попала под камеры. Это Вероника Акуленко у нас сегодня в зале. Не надо изобретать велосипед. Да, уменьшайте порции. Делайте для себя нагрузки для своего тела. Не нужно гнаться в бой, что вот я такой, такой, я все сумею. Постепенно. Организм должен привыкнуть к вашей нагрузке. Каждый организм по-своему себя ведет. Мне, например, слишком вот резко не нужно это сбрасывание. Я буду худеть так, как худеет мой организм. Я занимаюсь в тренажерном зале, я занимаюсь под всеобщим наблюдением. И поэтому себе попустительство я не буду давать. Если организм, он будет худеть, да, он будет худеть, я буду придерживаться того, что мне назначили. А уж как я буду реагировать, это скажут весы. А вы не хотите остаться на проекте последней, ну, победить? Победа? А к чему она ведет? Мы все победители. Я считаю это так. Как-то мы все так говорим, но когда мы приходим на проекте, мы понимаем, что у нас 5 человек вокруг, и вот из-за них вы можете вылететь, например. Лучше они вылетят, а я останусь. Да. Вы что хотите сказать, что я, что-то, если я останусь, мне нужно кому-то, если я получу приз, что я буду с этим призом делать? Или что? Ну, в общем, нет, вопрос, собственно, не в этом. Вопрос в том, что, вот вы говорите, мы все победители, все так прекрасно. Вы же друг с другом соперничаете. Вы же, наверное, мечтаете, что все остальные вылетят. А зачем? А зачем? Чтобы остаться на проекте. Как зачем? Вот Елена вас понимает. Не поддерживают коллеги. Да, совершенно верно. Каждый ребенок даже, да, лидер. Он, да, он лидер, но я не буду лукавить, девочки, правда, может быть, я, правда, я такой человек, я не говорю, я несу добро, нет, я хочу, чтобы получилось у всех все, они добились своего, вот я добилась, сейчас скинула вот эти килограммы, да, которыми мне они мешали, и я очень рада, правда, что люди добиваются своего. Вы, выиграет Юля, да, пожалуйста, выиграет Лена, пожалуйста. Я сейчас объясню. Не, ну какие-то цели должны быть, я вот когда шла на проект, я говорила, у меня была одна цель, похудеть, а пришла на проект, у меня их появилось две цели, это похудеть и дойти до конца проекта. Елена Миронова, я хочу что-то сказать. Хотела сказать, да, по поводу приза, мы как-то сидели, честно, простите, Юля, сидели, разговаривали по поводу выигрыша, кто победит. Так как у нас Юля Филина всегда говорит, что она первая, первая, мы так в шутку говорили, дадут ей шоколадку. Интересно, какое лицо будет. Ну тут она разделится в фильме. Нет, тем нет, мне дадут даже чупа-чупс, но я буду первая, это уже будет вот. Тут немножко несовпадение позиций, здесь говорят, выиграют все, а там говорят, я первая, я первая. У нас есть в студии оператор и соведущий, который с проекта, тоже с первого дня, который видел все эти моменты с камеры, и все беляши, и все трусы, и видел их с таких ракурсов, с каких никто не видел никогда. И при таком приближении. Здравствуй. Меня зовут Кирилл, 24 года, не женат. Это вырежут? Нет, я договорюсь. Я в телепроекте, конечно, всего лишь надпись, которая снизу, там, телеоператор, Кирилл Захаров, но я вижу все. Вы здесь панику подняли из-за того, что Антон Петрович штаны снял? Я видел гораздо больше, я с ними был на массаже, я с ними был в бассейне, а где форма практически ноль. Я знаю, откуда и куда дели все беляши, откуда взялись пирожные, откуда взялось вино в холодильнике, куда оно потом делось, я тоже знаю. Вам проще его убить, по-моему, и по-моему, он слишком много знает. Я, наверное, иди... Возможно, договоримся. Я, наверное, единственный человек, знаю, кто кого любит, кто кого ненавидит. Влада сказал, что был один конфликт, я знаю, сколько их было на самом деле. Так, Кирилл, ну сколько их можно, скажи. Три. Их было три. Ну, это два с Машей. Да, один был при Владосе. Все разрешились. Расскажи. Ну, про эту семью расскажи, что вообще. Так, ну, первый конфликт, это у нас было две банды, приходящие и живущие. Две группировки? Да, две банды. А, все серьезно. Две банды. Группировка Рафф Шнайдер и группировка Филина. Вот так вот. На камерах они друг друга любили, за кадром нет. Здесь улыбаются нам, да? Они здесь очень друг друга любят. Вот я чувствую, что что-то нет. Нет. Здесь не присутствует вторая группировка у нас. У нас нету стареньких проживающих, кроме Саши. Но Сашу любили все. Да. Мальчик Саша у нас был. Спасибо. Итак, человек, который с первого дня на проекте еще раз поприветствуем, Кирилл Захаров. Ну, надо сказать, что здесь, в принципе, надо отдать дань мужеству Владу согласиться, наверное, всем участникам твоим. Потому что появиться под камерами вот в том виде, в котором они себя не любят, и показываться каждый день вот это вот все. И еще все показать. Да, все натуралистично показать. И со временем худеть, чтобы каждый будет знать, сколько ты в неделю килограмм скинул, сколько ты набрал, какой ты беляжный. Ну, в магазине теперь подходят, спрашивают, да, сколько они сбросили. В общем, причем, говорят, не каждый в отдельности, а сколько всего килограмм сбросили на проекте. Вы считали? Нет, вот последний не считал, потому что я сейчас слежу за каждым. То есть, в общем, не считали. Но много, много. На самом деле, там больше 60 килограмм, наверное, скинули. Даже, ну, я имею в виду не те, кто ушел, а именно те, кто на проекте. Так что 60 килограмм, я думаю, это хороший результат на всех шестерых. Ну, так много уже говорим о еде, сейчас будет голодного пара уже у меня, по-моему. Ну, можно сказать, что у нас «Я худею», дорогая редакция. Это такая фабрика звезд. Да, абсолютно верно. Во-первых, их приводят в форму, и, во-вторых, их делают знаменитыми. Если говорить более широко, то Амурское областное телевидение вообще огромная такая фабрика звезд, такой местный голливуд. Помимо этого шоу есть и другие, там планируется третье, поэтому смотрите нас обязательно. Да, мы с Юлей придем на битву караоке. Вот, уже знаю. Итак, первое в Преамурье реалити-шоу «Я худею», дорогая редакция, совсем скоро закончится. До него остались, ну, можно сказать, считанные дни, хотя это и больше месяца, но все равно. Но, тем не менее, на Амурском областном телевидении стартуют новые проекты. Этим летом «Битва караоке», а в новом сезоне, начиная с осени, много других интересных проектов, в том числе с участием обычных амурчан. Смотрите нас. Смотрите Амурское областное телевидение и будьте в курсе всегда того, что у нас происходит. Это было ток-шоу «Вам слово» и его ведущие Александр Воронин и Алена Рябова. Всего вам доброго. До встречи. Худейте на здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова